Это Татьяна. Сделал работу, у меня очень интересное пространство было такое, сделал работу и с текстурой, вообще я работаю с текстом, потому что текст для меня он многофункционален, это и орнамент, это и описание, это и там я не знаю, ну все что угодно, все что хотите, как волны, в общем, и априс определенный. А у вас как-то рассчитано на то, чтобы человек воспринимал этот текст или как-то подсознательно? Главное, что я его иногда не могу прочесть, понимаете, но иногда кто-то читает, кто-то не читает, но это же как момент, который там должен быть, да, если он есть, он несет функцию, вот допустим, как, вернее он несет наполнение, спасибо Костя, наполнение, и даже если я его замажу, оно все равно там будет присутствовать, то есть оно будет диктовать свое, это то же самое, что, допустим, работа, которая трогает, ее можно замазать одной краской, и вы не пройдете мину, в любом случае, вы остановитесь и скажете, боже, какое говно, или боже, как интересно, почему меня это держит? Я иду на работу. Для меня не цвет важен, для меня важен свет, в каждой работе есть свет, должен присутствовать свет, вы просыпаетесь утром, рано всходит солнышко, каждый раз по-новому, этот свет, который приходит, когда вы открываете глазки, выталкивает необходимый вам видимый цвет, все так и происходит, и, естественно, вы в мастерскую приходите на работу, как на работу, я не знаю, что я буду делать, может, целый день чай пить, может быть, буду работать, может, спать лягу, но этого не случается, но тем не менее, я работаю все время, может, есть что делать, мне интересно, вот в чем вопрос. Чем дальше я, как бы, живу, и в этом, и вообще, у меня все меньше и меньше становятся знаков и символики, которыми я оперирую. Допустим, вот, допустим, символ рыбы, да, настолько многообразен, многогранен, как текст, предположим, рыба. Что такое рыба? Один из древнейших знаков, я им оперирую, не знаю почему, вплоть до того, что, не знаю, откуда у меня взялся этот самый, акулка, вот, но, что же он себе, рыба? Это копье, рыба, это кипарис, рыба, это мужской член продолжения рода, рыба, все сюда входит, рыба, это и духовная. Практически в любой религии мира вы найдете этот символ, да, вот, допустим, в Непале разбросана символика по горизонтали, везде, и люди ходят так, и животные ходят, знаки зодиака, все остальное, ты выбираешь то, что тебе необходимо. Вот у меня, так, допустим, с этим силуэтом. Что же такое этот силуэт? Да, я могу перевернуть любой горшок, это будет женский силуэт, замочная скважина. Так или иначе, он всегда другой, в зависимости от моей руки, в зависимости от моего вот здесь. Он может быть нежным, он может быть какой угодно, это может быть старуха. Естественно, у меня прокручивается очень много, что-то остается, которое не дает покоя. Это что-то потом, вот был такой, мне нравится иногда работать с условиями, условия его было 2.15 поверх калия, я придумал такую штуку. И почему-то родилось название, кто-то сказал, так это же Варвара. Вот им родилось название Варвара, для меня. Она не подписана, Варвара, там, в общем, подписана. Я чаще пишу, допустим, атрибутику задней стороны, я выношу на лицевую сторону, мне это интересно. Плюс оказалось, что, вернее, не оказалось, я это знал, с Варварой связаны наши семейные легенды и так далее, и так далее. Саша, а получается, что ты исследуешь, по сути, один и тот же образ, в каждой работе, да, или нет? Почему он… Не исследуешь, но он… В нескольких… Мой тебе ответ. Существует Богоматерь Тихвинская, Богоматерь Казанская, Богоматерь такая-то, 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 много. Ну, это Богоматерь, это женщина с ребенком. На протяжении, по-моему, тысячелетий это никуда не девается, и язычество тоже, и все остальное. И наши бабы, раз прекрасные, около нас в музее, это тоже… Современный интерьер с идеальным пространством, с которым интересно работать. А вот, я придумал в этом интерьере идеально, идеально, забомбить вот такую штуку, с вот такими вот, там чуть-чуть отломалась, но она, в принципе, будет отполомана, с вот таким вот зеркалом. То есть придумали, но если в интерьере, абсолютно ровные стыки, можно уже дальше не продолжать. Неделю тому назад я услышала такую реплику, он, ну вот, животковый, он уже столько лет эксплуатирует одни и те же цвета, ну сколько можно? Я отвечу, это старый вечный вопрос ко мне, причем он почему-то один из первых. Почему вы, это самое, недостаточно, это самый грубый ответ. А второе, понимаете, только как я рассказывал о солнышке, у каждого человека есть свой, грубо говоря, диапазон, свой звук. Найти этот звук, искать не нужно, он найдется или не найдется. Мне достаточно. У меня есть свой красный, у меня есть свой белый. Кто-то видит от природы стокенков белого, кто-то один и этим пользуется. Физиология. Для меня, в то, в чем я варюсь, в состоянии света, которое выталкивает необходимое мне, мне этого достаточно. Мне, допустим, достаточно использовать, если мне нужен красный, какую-то красную салфетку. Допустим, да? Если он мне нужен. Мне есть и красная, и зеленая, и так далее, и так далее. Но задаваться вопросами красок мне не интересно. У Пикассо замечательная фраза, я не ищу, я нахожусь. Это начало Арарата, его повело. Из-за того, что его повело, произошла с ним такая любопытная история. Гора рыжет с турецкой стороны. Здесь мы стояли, здесь мы стояли, здесь подъем на вершину. Жуткое такое место, это мы не в сезон пошли. Две грозы, две лавины в течение дня. И тогда родилась идея, разве такое дно? Использую, я сниму под рамок, использую заднюю часть. С турчанкой такой. Отсюда потом вышла еще одна идея. Все одно за одно цепляется. Мне это тоже очень нравится, когда начинается вот эта сцепка. Идея тоже в интерьере. Есть стеклянные промежутки, то есть делящие стеклянные стены. Вот, я делаю такую прищепку из старых досок. То есть она идеально выравняется, когда заканчиваем. Мы вставляем между стекол, в стеклянную коробку, двустороннее изображение. Как шило. Многие спрашивают, что это? Могу объяснить. Рыба в середине. Да. Кто-то говорит, что, в общем... Мост кирпы, днепрский рыба в середине. Мост кирпы, рыба, женщина, рыба, целующая левую грудь, признак деторождения, и так далее, и так далее. У меня такая сильная смерть. Видите, у каждого свое. Да. Это были на борт рождения. Или рождения. Раскрываешь. У меня? Угу. Мой папа после выставки попросил эту работу подарить ему. Дождаться от отца моего, как ты его знаешь, комплимент такой, я ему подарил. То есть я считаю, что это, в общем-то, мой успех, когда мой отец просит меня об этом. Ну, называется «15 дней». Это левая. Красная, о которой ты говорил, скажешь? Да, сейчас. Он не совсем тот, но, в общем-то, это... Это легалый. Да, это прошлого года. 15 дней, это... Просто я давно обещал выставку в городе Герои Суны. И так получилось, что я там оказался именно на этот срок. Но работы эти три еще несколько сделал за 9 дней. Поэтому 15 дней. Все просто. А у вас понимается как триптики или как одна картина? Из различных. Ну, в общем... 18 дней. Да. Я их у себя в памяти держу как три. Угу. Ну, да. Потому что вы строили. Еще три картины, конечно. Работали, если не прибивки к сараю, потому что были прорывные дожди. Вот. Для меня очень многое значит задник. Не смотри. Тоже текст. Ты винишь. То есть, да. В этих работах... В этих работах... То есть, задник меня смеется, говорит, ты должен продавать, если продаешь две части. Но это очень... Как бы задник почему для меня важен? Мало того, что это профессионализм. Что задник должен быть идеален. Вот. Но я там нахожу, допустим, как вот в иконе зачастую, да. Вот делалась рама, аберрих. Делалась доска сзади. Обязательно ее закрывали чем-то. То есть, вот для меня задник... И она была защищена. Поэтому для меня задник вот есть какие-то предрассудки. То есть, очень важно. А здесь другой. То есть, все, допустим, диктует... Мне интересно с этим работать. Диктует поверхность. Того или другого. Допустим, какой-то грех, допустим, здесь что-то прошло-то. Пила. Вот. Я это использую. И письмо написал. Я это использую. Да. Несколько пыльный, да. Тоже задник. Где задник? Ага. Вот это задает вопросы относительно ПВА. Великий Армянин изобрел ПВА. Должны Нобелевскую премию человеку были бы дать. Потому что это, по сути дела, пигментация, замена вот этих вот составляющих гипс и все остальное египетских монет. То есть, штука вечная. Уча. Уча. Не смотрите. Неби. Уча. Хочу. Неби. Смотрите. Хорошо.